Здравствуйте. В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления службы судебных приставов Паризанской области Борисова Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас проводится очень много рейдов и мероприятий, как, например, «Узная о своих долгах». Расскажите о них. На самом деле служба судебных приставов проводит много акций «Узная о своих долгах». Сейчас актуальна акция «Новый год без долгов». Она в основном направлена на информирование населения города Рязани и Рязанской области о том, что можно обратиться в службу судебных приставов и узнать о задолженности. Очень часто наше население сталкивается с такой ситуацией, что в преддвериях новогодних праздников уезжают за пределы Российской Федерации и сталкиваются с неприятностями. Служба судебных приставов информирует о том, что при задолженности свыше 10 тысяч по алиментным обязательствам должники будут ограничены в выезде за пределы Российской Федерации, а также по иным категориям, если задолженность более 30 тысяч. Но при этом хотела бы обратить внимание о том, что если два месяца должники не оплачивают задолженность, то эта сумма сокращается до 10 тысяч рублей. Также в преддвериях новогодних праздников служба судебных приставов информирует о том, что задолженность можно оплатить, не выходя из дома. То есть, согласно сайту ФСП России, Банк данных исполнительных производств, можно посмотреть свою задолженность и там же также оплатить. Можно заходить на сайт, а также можно скачать предложение ФССП и постоянно мониторить свои задолженности и оплачивать долги. Акция «Узнаю о своих долгах», она ведь вы и знаете. Расскажите, где она проводится? В основном проводится в местах массового скопления людей. Это автовокзал и железнодорожный вокзал, а также в крупных торговых центрах, где идет массовое скопление людей. То есть, проходимость людей позволяет более качественно оповестить граждан о том, что «Узнайте и Новый год встретите без долгов». Как вы сказали, одна из важных составляющих этой акции – это задолженность по алиментам. Как взыскивается задолженность людей, которые не трудоустроены, которые не могут платить? Ну, взыскивимость осуществляется согласно федеральным законам 129-го. У должников по алиментным обязательств принимает полностью весь комплекс мер, то есть обращение взыскания на имущество должников, накладываются аресты. Судебный пристав осуществляет выездные мероприятия с приложением мобильным розыском в массовое скопление автотранспортных средств, проверяют по номерам при обнаружении автотранспортного средства должника, накладываются аресты. Также на должников обращается взыскание на денежные средства. Также должники по алиментам обязательств привлекаются к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административном правонарушении. И в случае непогашения задолженности в отношении данных граждан может применена быть статья 157 Уголовного кодекса с возбуждением уголовного дела. Если человек уже совершеннолетний, имеет ли он право взыкивать алименты в этом случае? По алиментам обязательств, где ребенок достиг 18-летнего возраста, при условии, что должник в течение всего периода погашал задолженности и не имеет задолженности, исполнительное производство оканчивается. В противном случае, если имеется задолженность, то основное производство оканчивается, но при этом возбуждается новое исполнительное производство по взысканию задолженности с граждан, но при условии, что денежные средства будут взыскываться только в пользу взыскателям, потому что ребенок не может напрямую распоряжаться этими денежными средствами, так как в решении суда прописан один из членов семьи, кто получает алименты на содержание ребенка. То есть как поступать с человеком, который свою задолженность погашать не стремится? Также мы полностью применяем все условия, то есть обращаем взыскание на имущество и денежные средства, и если он трудоустраивается, то обращаем взыскание на заработную плату должника. А вот к вопросу о задолженностях. Есть такая служба, которая у многих на слуху, это коллекторы? Служба судебных приставов осуществляет контроль за коллекторными подразделениями, которые включены в реестры. Помимо того, что проводим плановые и неплановые проверки, то при преступлении заявлений от граждан, что нарушаются их права, можно обратиться как к самим управлению службы судебных приставов, назначенные специалисты, которые занимаются этим направлением. Также можно обратиться в любое структурное подразделение. Судебные приставы, начальники структурных подразделений, имеют право рассматривать данное заявление. Проводится внеплановая проверка, по которой должники могут привлекаться к административной ответственности 1475. Там предусмотрены большие штрафные санкции, порядка от 20 до 500 тысяч рублей. На сегодняшний момент в службе судебных приставов 11 должников привлечено уже к административной ответственности. Судами административный протокол рассмотрено, и штрафы до 200 тысяч уже наказаны должники. И если коллекторы ведут себя некорректно с должниками, можно ли обращаться в ваше ведомство? Так, как я уже ранее сказала, что нужно обратиться непосредственно в управление, либо в любое структурное подразделение по области города Рязани, будет написано письменное заявление, будет проводиться в течение месяца проверка, и при установлении неправомерных действий со стороны микрофинансовой организации или коллекторных организаций, будут направляться уже в суд административные протоколы с последующим привлечением к административной ответственности. Мы поговорили про акцию «Узнать свои долги». Какие еще акции проводит ваше ведомство? На сегодняшний день самое актуальное перед новогодними праздниками – это Новый год без долгов. Данное мероприятие проводится совместно с налоговой службой. За декабрь проведено три акции. Последняя акция у нас запланирована на 25 декабря. В торговых центрах информируется население о том, что если у вас есть задолженности, необходимо погасить, либо обратиться к службе судебных приставов за любыми консультационными вопросами. Какие еще акции существуют и будут проводиться? До конца года мы будем проводить еще одну акцию, именно «Узнать о своих долгах» перед Новым годом. А так службы судебных приставов постоянно проводятся как акции, так и массовые мероприятия, рейдовые, по взысканию задолженности населения. И еженедельно мы осуществляем выезды по адресам должников. Эта работа будет продолжена, потому что основные проблемы – это алименты, социально значимая категория ЖКХ. В любом случае, есть у нас нерадивые должники, которые не хотят оплачивать задолженности, поэтому к ним применяться весь комплекс мер. Говоря о рейдовых мероприятиях, как они проводятся? Расскажите. Рейдовые мероприятия – это собираются мобильные группы, то есть судебные приставы, совместно с судебными приставами по ПДС, которые осуществляют охранную деятельность судебных приставов. Также привлекаются дознаватели службы судебных приставов. При обнаружении должников с ними проводятся мероприятия. То есть мы осуществляем выезды домой, проверка имущественного положения. Если есть ликвидное имущество, на которых возможно наложить арест, может быть даже с изъятием, накладывается арест, должнику устанавливается 10 дней для добровольной оплаты задолженности. В противном случае имущество реализовывается через Росимущество. Вырученные деньги уже направляются непосредственно взыскателем. Если успевает должник в течение 10 дней оплатить всю задолженность, имущество остается у него, при этом арест и снимается, исполнительное производство оканчивается. При обнаружении должников, скажем так, неродительных родителей, непосредственно составляется административный протокол по 5.35, который в последующем рассматривается тоже судами. Выносится либо административный арест, либо штраф. В течение двух месяцев, если не исполняется административное наказание, то уже должника возбуждает уголовное дело с последующим направлением с обвинительным актом в суд. Один из рядов называется у вас «Мобильный розыск». Такое интересное мероприятие. Расскажите мне о нем. «Мобильный розыск» – это, скажем, ноу-хау служба. Порядка года мы с ним уже работаем. То есть группа судебных приставов уезжает на парковочные стоянки. Мы с помощью сотовых телефонов, где установлена данная программа, сканируют номера автотранспортных средств. Если база данных выдает, что это автомобиль нашего должника, то судебным приставам применяется мера уведомить должника, согласно, например, около крупных торговых центров, уведомляется должник о том, что его автотранспортное средство необходимо подойти к нему. Ему вручается в первую очередь уведомление о том, что возбуждено исполнительное производство, либо уведомление о том, что необходимо явиться к судебным приставам. Если ранее должник уже неоднократно уведомлялся, что ему необходимо явиться в службу судебных приставов, но своим правом он не воспользовался, а судебные приставы имеют право наложить арест на автотранспортное средство, оставить как должнику на ответственное хранение, с правом передвигаться, либо без права передвигаться, либо могут уже эвакуировать автотранспортное средство на штрафстоянке, в котором в последующем будут имущества переданы в Росимущественную принудительную реализацию. Вы говорите, что это одно из ноу-хау. Какие еще есть нововведения и изменения от службы судебных приставов? Служба судебных приставов не стоит на месте, поэтому популяризация Банка Данных, как мы ранее уже сказали, это одно из ноу-хау, потому что любой гражданин города Рязани, Рязанской области, пользуется интернетом, и, согласно интернету, может установить, есть ли у него задолженность или нет, не выходя из дома. И плюс ко всему, не посещая банку и службу судебных приставов, платить задолженность в течение суток. Денежные средства поступают на расчетный счет службы, который перечисляется взыскателем. Исполнительное производство оканчивается, и уже из базы данных исполнительных производств задолженность полностью убирается, и гражданин будет уже понимать, что задолженности у него никаких нет, и никаких последствий в последующем у него нет, то есть ни пересечения границы, ни ждать в гости судебных приставов в цели наложения имущества на аресты. В некоторых ведомствах существует такая практика, что если человек оплачивает свой штраф в первые две недели, в первую неделю, то штраф у него оплачивается с 50% скидкой, например. Есть ли что-то подобное в вашем ведомстве? В нашем ведомстве нет. Нет, мы работаем непосредственно уже по решению судов, где уже прописана фиксированная сумма, какую необходимо взыскать, и плюс ко всему мы работаем в тесном взаимодействии с ГИБДД, на самом деле ГИБДД устанавливает двухмесячный срок для добровольной оплаты административных штрафов, в противном случае они направляют в службу судебных приставов. Никаких акций по сокращению задолженности у нас не проходит, наоборот, мы применяем штрафные санкции, это исполнительский сбор, который в отношении должников выносится не менее тысячи с физических лиц и не менее десяти тысяч с юридических лиц, то есть при установлении добровольного срока для оплаты задолженности пять дней, если не оплатили задолженность, то подвергается штрафным санкциям. А также за неявку к судебным приставам могут быть привлечены к административной ответственности по 17.14 за неявку, там тоже граждатные санкции от 1000 до 2500 рублей. Правильно я понимаю, что одна из функций Федеральной службы судебных приставов это пополнение городского и областного бюджета. Да, конечно. А есть ли какие-то статистические данные, насколько благодаря службе был пополнен в 2019 году? В 2019 году у нас установлены, конечно, плановые показатели, на сегодняшний момент 1 миллиард 300 тысяч рублей взысканно с местного населения, который ушел в консолидированный бюджет. Не могу точно сказать, что по городскому бюджету в данную задолженность входит непосредственно налоговые платежи, штрафные штрафы, штрафы судов, административные штрафы ГИБДД. Поэтому служба работает на пополнении Федбюджета. Это одно из прерогатив, на которых мы на сегодняшний момент настроены. И давайте еще раз напомним нашим зрителям, где они могут, благодаря каким сервисам, узнать, есть ли у них задолженность и куда им обратиться, чтобы ее погасить. Согласно нашей службе, есть ведомственный портал ФССП России. Можно зайти через интернет. В нем открывается окно банк данных исполнительных производств. Должник вводит свои фамилии, имя, отчество. На него выскакивает список исполнительных производств, которых можно уже погасить. Или можно скачать на свое приложение андроиды сервис ФССП, с помощью которых будет уже полностью отражена вся информация о том, что имеется какая-то задолженность. Также мы сейчас работаем тесно с ГИСГМП, подключившись к которым портал Госуслуг. Мы будем уже в рассылке. Должникам будут приходить уведомления о том, что в отношении них возбуждено исполнительное производство. И куда людям следует обращаться, чтобы задолженность погасить? Люди могут обратиться непосредственно, оплатить задолженность через сайт, могут обратиться в банки, а также могут обратиться в службу судебных приставов и уже по месту оплатить имеющуюся у них задолженность. Елена Александровна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.